Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, что этот скандал был в Оренбурге относительно артиста-шамана. Его концерты, за которые 16 миллионов из бюджета ему заплатили. А Станин на это обратил внимание. Многие говорили об этом. И вот сегодня читаю о том, что еще один скандал подобного характера произошел в Ставрополе. Вот что пишут. Ставропольцы требуют отменить концерт «Шаман» из-за гонорара. Ставропольцы возмущены гонораром певца Ярослава Дронова, более известного как «Шаман», сообщают СМИ. Поэтому требуют отменить его концерт. Об этом сообщает телеграм-канал 360. Сообщается, что за час выступления на дне Ставропольского края Дронов получит 15 миллионов рублей. Также еще 4,6 миллиона рублей будут потрачены на райдер певца. Заказчиком выступает Ставропольская государственная филармония. Выбор артиста-шамана на празднование Дня Ставрополя и края связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное значение в настоящее время, пояснили в ведомстве телеграм-каналу. Многие жители края сообщаются недовольны таким расходом государственного бюджета. Они заявили, что в регионе есть другие проблемы, на которые стоит потратить такие большие деньги. Часть местных жителей добиваются отмены выступления Дронова, а некоторые предлагают уменьшить размер гонорара. Друзья, что сказать? Люди не против, я так понял, слушать песни и говорят, что плохого в песне. В песне есть только хорошее, но не за такие деньги. Вот основная какая претензия. Вы знаете, людей понять можно, как мне кажется. Почему? Потому что люди некоторые говорят так же, многие, не некоторые, многие, что можно в конце концов деньги отправить, так сказать, на операцию. Вы знаете, мы с вами уже говорили об этом, мы даже в Государственной Думе обратились к главе правительства Мишустину ограничить гонорары артистов одним миллионом. Это вот через сайт госзакупок, что власть может это сделать, ограничить один миллион. То есть больше нельзя на такие мероприятия. День города 15 миллионов. Там 16 миллионов. Значит, вы знаете, друзья, песни действительно духоподъемные. Песни действительно замечательные, мы долго ждали такого артиста. Меня удивляет другое. Почему-то раньше на это не обращали внимания. И сколько получали, например, Пугачевская гвардия за 10, 20, 30 лет пения. Сколько они зарабатывали на днях города, области и так далее. Сколько им платили? Никто даже не говорил, они просто зашибали деньги. Все, я думаю, сумма, в принципе, не меньше. Здесь с шаманом почему-то стали об этом говорить. Ну, хорошо, стали-стали, ладно. В принципе, вот кто-то обратил внимание. Я тоже не считаю, что артистам нужно платить такие деньги, скажу честно. Но я не считаю, что это претензии к шаману. Почему? Потому что, значит, если заказчиком является филармония Ставропольская, если они изыскали такие деньги из бюджета, да, в бюджете, то у них и нужно спрашивать, что вот вы решили сейчас направить. Они отвечают, что духоподъемные песни, мы хотим, так сказать, нести патриотизм в массы и все остальное. Люди говорят, ну не надо за такие деньги нам отнести. Я считаю, что в конечном итоге считать людям, решать людям. Потому что шаман приедет петь для кого? Не для сотрудников филармонии же, правда? Он приедет петь для людей. И здесь, наверное, надо какой-то опрос было просто провести. Можно в интернете было просто его запустить и все. Нужно вам это или нет? И люди бы ответили. Потому что, может быть, им это не нужно. Может быть, они хотели бы, чтобы на эти деньги, не знаем, там детский сад отремонтировали, школу или там на эти деньги пожертвовать, так сказать, на передовую. Поэтому здесь, конечно, когда приплетают шаманы и начинают говорить, что он талантливый исполнитель, 10 лет пахал он для того, чтобы достичь тех высот, на которых у нас сейчас находится. Он совсем недавно был слепцем в Курске и привез эту гуманитарку. Лично сами они ходили, раздавали. Поэтому, вы знаете, друзья, обвинять его, конечно, сейчас ни в коем случае нельзя, потому что он может хоть 100 миллионов, хоть миллиард попросить. Дело в другом. Дело в том, местные власти готовы такие деньги платить или нет? Если они готовы, значит, они понимают местные власти. Это мое мнение, что, значит, все проблемы решены, другие проблемы, и вот эта сумма сейчас может быть выделена, соответственно, на эти цели. Они решили, что да. Значит, в Ставрополь других проблем нет. Значит, вот, собственно говоря, они решили, что эта сумма, возможно ее выделить на то, чтобы люди послушали шамана. Но в конечном итоге, вы знаете, все-таки решать людям, еще раз повторюсь. Шаман здесь, как артист, ни при чем. Ценник устанавливается в любом случае такой, который устанавливается. Люди платят, собственно говоря, вот он зарабатывает. Его обвинять я не считаю, что возможно. Но на его примере, на примере тех Пугачевской гвардии, и не только Пугачевской гвардии, которые 2-3 десятка лет зарабатывали, нам почему-то не рассказывали, сколько они зарабатывают. Вдруг про шамана начали говорить. Я не думаю, что это просто так, на самом деле, друзья. Потому что у шамана много недоброжелателей, и поэтому не думаю, что на это стали обращать внимание. Но обращать внимание на это надо. Почему я не знаю, обратили? Мне кажется, что это недоброжелатели, да. Но вот то, что обратили, это, в принципе, неплохо. Потому что я говорил неоднократно. Росконцерт, госконцерт. Артисты, исходя из своего звания на зарплате, вся остальная сумма уходит в налоги, или же сразу прямая помощь адресная на передовую. То, что предложили миллионам ограничить гонорар артистов, я считаю, что миллион много. Но давайте просто представим. Учитель еще раз, я сто раз повторял уже. Формирует личность будущего россиянина. Воин, защищает отечество. Нас с вами. Металлург работает в цеху, там, где 45 градусов. Шахтер спускается в забой, там, на 300-500 метров глубина, рискует здоровьем и жизнью. Сколько они зарабатывают? Миллион рублей за один спуск в шахту? Или миллион рублей зарабатывают учители за один урок, там, да, один час? Нет, конечно. Мы же знаем, сколько зарабатывают. А артист, он приезжая и поет один час, в чем его разница? Он выступает перед людьми так же, как учитель выходит, перед классом выступает. То же самое примерно. Любой труд должен быть оплачен, любой. Но система, как призвал соседов совершенно правильно, система формирования гонорара артиста абсолютно непонятная. И люди сейчас действительно в свете операции, я думаю, будут задавать вопрос, а почему из бюджета тратится 10-15 миллионов? Это, если можно так выразиться, побочный эффект, положительный, как мне кажется, эффект проводимой операции. То, что люди стали интересоваться и спрашивать, а почему мы там отправляем небольшие денежки на помощь передовой, да, там, кто сколько можно, а 15 миллионов вот так расходуется. Мы хотим больше, например, там, не послушать песни жаманы, замечательные патриотические песни, помочь этими деньгами или там еще что-то сделать. Люди начинают участвовать в социальной жизни, люди начинают поворачиваться лицом к тому, что происходит в стране. Это касается и замечаний мигрантам, это касается и там, до всего это касается. Люди ощущают, что это наша Родина, мы в ответе за все здесь. И, естественно, будут такие вопросы. Поэтому, как мне кажется, какие-то должны быть вменяемые суммы и для шамана, и не для шамана, для всех абсолютно. Цепляться к шаману, я еще раз говорю, не надо. Этот вопрос нужно, конечно, урегулировать. Но шамана можно взять просто как пример. Но нужно говорить тогда обо всех артистах, не только о шамане, а обо всех. То есть, про шамана. А давайте скажем, сколько берет Киркоров, когда он приезжает на День города? Или сколько берет там Билан, когда он приезжает на День города? Какие суммы они берут? Что они берут? 250 тысяч рублей, что ли? Такое впечатление, что это так. Да так же, берут же миллионами. Но почему-то начали говорить только о шамане. Это вызывает, конечно, большие вопросы. Почему о шамане такая вот история началась. Еще раз говорю, тут дело не в шамане совсем. Но, еще раз говорю, систему формирования гонорара артиста необходимо, конечно, пересмотреть и понять, что они зачастую открывают рот в фонограмму. Я не о шамане сейчас говорю в целом. И получают вот такие деньги. Естественно, с такими деньгами человек обрастает, чем он обрастает всякими там дворцами, яхтами, морями, океанами, потихонечку он совершенно меняется. Поэтому здесь тоже есть этот момент. Но куда такие деньги? 15 миллионов рублей за один час выступления. Это топовый артист, понятно. И, собственно говоря, шаману за его трудолюбие и его патриотические песни 100 миллионов не жалко. Но если бы все жили шикарно и замечательно, и, собственно говоря, хватало всего туда, куда люди отправляют, тогда, да и миллиард можно было платить. Почему нет? Вопрос в том, что люди видят, что вокруг, видят сложность своей ситуации, понимают, в какую трудную годину, так сказать, живет страна, и понимают, что это, наверное, не первоочередная такая задача. Поэтому тут много вопросов. Но первое – это система оплана. Вон глюкоза приехала, между ног почесала, 5,5 миллионов получила. Там частные деньги были, компании. Но тоже их можно было, правда, расход по-другому? Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, все эти блокировки, замедления YouTube, непонятно, будет работать, не будет работать, я вас приглашаю на теперь уже основной мой канал Будда Гришна новости в Телеграм. Там видео о политике, которых здесь нет, новости 24 на 7 с моими комментариями, мои какие-то личные фото и видео. Ссылочка здесь в закрепленном комментарии в описании к видео. Обязательно нажимайте, подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Ну и так как непонятно, что теперь будет. С Телеграмом тоже, друзья, внизу ссылочка есть и на ВКонтакте. Подпишитесь тоже, чтобы мы с вами не потерялись. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.